Добрый день, уважаемые коллеги. Алексей Сергеевич, Медведев Иванович Славович. Я благодарю вас, что вы можете участвовать в очередной раз в вашем прекрасном экологическом форуме. Надеюсь, что мы пройдем эру комитета и в следующем году сможем встретиться вместе с вами на вашем площадке уже очно. Первый слайд. Место нутритивного скринга в комплексном битве очень сильно фонит, но хорошо. Место нутритивного скрининга, собственно говоря, опреклину уже давно клиницистами, потому что мы понимаем, что есть ситуации, когда без нутритивной поддержки мы, к сожалению, не сможем, соответственно, снижать у пациента, особенно находящихся на лечении. И мы видим, что со временем, наше представление о том, какое другое питание пациентов, соответственно, оно изменяется. Следующий слайд, пожалуйста. Прежде чем говорить о нашем с вами исследовании о клинике экономической возможности создания новых КСГ, мне бы хотелось представить результаты нашего исследования, которое мы ведем совместно с Федеральным государственным учреждением Института онкологии имени Германа, клинической частью которой ведет кандидат Министерства Галилева Елена Владимировна. И мы совместно провели сначала опрос наших врачей, специалистов, которые дали нам ответы на то, о том, как они считают, где место нутритивного клининга, что они знают по поводу того, как они проводятся, что мы должны знать о пациентах, прежде чем понять нужную нутритивную поддержку. В нашем исследовании приняло участие 22 врача-специалиста из 12 регионов, которые вы видите на своем экране. Опрос проведен в медицинском поведении субъекта Федерации за 2018-2019 году. И тот оригинальный опрос, который мы разработали совместно с клиницистами, включал в себя достаточно большое количество вопросов, которые нам позволяют дать ответы на то, что же знают наши врачи-специалисты, доработающие в психологическом институте о, соответственно, нутритивном статусе и нутритивной поддержке. Вы видите, какое количество мы опросили. Из них я бы хотела озвучить несколько вопросов, которые дадут нам потом возможность говорить, соответственно, в следующий слайд, пожалуйста, о клинике экономической перспективы, создании клинических групп. Но надо сказать, что врачи-специалисты, которые участвовали в нашем исследовании, в 68% работали в онкологических специализированных учреждениях, из них в хирургических отделениях 25%, в общей онкологии 23%, в семиотерапевтическом 13%. В радиологии 27% и остальные 32%. Врачи у нас были опросы на отделение палеотина и медицинской помощи и терапии, которых они тоже наблюдали с онкологическими заболеваниями. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, на следующем слайде вы видите два вопроса, которые мы задали первым. Необходимо, не обязательно скрининг нутритивной недостаточности, степени пациентов в стационар. И здесь, к сожалению, мы видим, что 35% врачей-специалистов считают нутритивный скрининг необязательным. На вопрос, как вы узнаете, что весит ваш пациент, потому что без этого мы дальше не сможем рассчитать определенные показатели, включая индекс масс-пилла. Мы видим, что более 25% либо не имеют данных, но слава богу, что более 50% у нас все-таки осуществляют взвешивание пациентов, кто-то из них спрашивает пациента, кто-то пытается узнать историю болезни. Следующий слайд, пожалуйста. Как же нам определить, сколько есть пациент? Нам для этого нужны, естественно, измерительные приборы. И мы спросили, есть ли в приемном отделении вашего учреждения весы, и есть ли в вашем отделении весы для взвешивания пациентов. Вот посмотрите, соответственно, 37% приемных отделений онкологических лиц не имеют весов для взвешивания. 53% отделений, которые занимаются приемным лечением пациентов, не имеют весов для взвешивания. Поэтому, собственно говоря, от 30 до... Следующий слайд, пожалуйста. От 30% специалистов-онкологов просто не смогут даже определить индекс массы тела пациента, который нам, собственно говоря, уже мог бы ответить на несколько вопросов. Во-первых, нормальная ли масса тела пациента? Может быть, она изменена? Может быть, у него же есть ожирение? Но нам-то больше с вами интересно, есть ли у нас недостаточно состояние у данного конкретного пациента? И недостаточности они выражены, когда мы уже точно должны говорить о ней для нутритивной поддержки. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме элементарного взвешивания и определения массы тела, конечно, значимые изменения электронного статуса сопровождаются и более глубокими изменениями состава организма. Более точная диагностика возможна, если бы наши с вами специалисты знали, что такое электронный анализ и антропометрия проводили исследования. Мы также спросили их об этом и получили, собственно, ответы, что антропометрия достаточно часто и регулярно на каждом этапе используют практически 50% наших своих врачей. Чуть меньшее количество, 18% используют биоэмпедансный анализ. По мере необходимости тоже есть специальная следующая слайд, пожалуйста, если можно. Да, вот это, да. Спасибо. По мере необходимости антропометрия используют еще 6,5%, ну и небольшое количество значений такой биоэмпедансный анализ. Поэтому здесь мы с вами видим, что нижние толщины кожи жировой складки в проведении антропометрии не знают или не используют всего 6,2-6,5% наших с вами анализов. А вот такой биоэмпедансный анализ и они знают более 5,5% наших с вами врачей. Что тоже нас с вами должно заставить разрабатывать некие электронные курсы для того, чтобы они знали больше и больше. Следующий слайд, да. Спасибо. Далее вы спросили, какова же частота использования различных видов эффективной поддержки, которые относятся к интернеральное питание, интернеральное питание, интернеральное питание. в различных отделениях. Первый вопрос был в отделении после, соответственно, варьин, то есть после того, как человек из операционного пациента туда помещен. И вы видите, что большая сфотография использует ли данных о тетритиной поддержке. Мы спросили также наших специалистов, что частота использования тетритиной поддержки на лечении в конкретном вашем отделении. Здесь нас порадовало и процентов опять или иной вид интернерального лизонного питания используют и имели главные возможности. Следующий слайд, пожалуйста. Следующим вопросом мы хотели уточнить у наших социалистов, знают ли не финансированные на тетритиной терапии на различных лечения пациентов. И здесь получили мы с вами вот такие ответы. Большая часть считает, что это оплачивает МС. Порядка девяти процентов считают, что это оплачивают либо действительно в их практике действительно оплачивают пациента. Более от 16 до 30 процентов не знают, откуда идет источник финансирования. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому когда мы говорим о клинико-экономическом обосновании фирмирования нового КСД, надо сказать, что это должно следовать. Пожалуйста, это должно иметь несколько этапов начинодательных действий, а именно сначала предложение клинического сообщества по поведению новых классификационных критерий в программу государственных гарантий для того, чтобы мы могли промежать новую КСД. Затем мы должны сформировать перечень фокусов с резервной частотой предоставления и применения на основе клинических рекомендаций одобренных международным или российским сообществам, ну и провести расчет экономических затрат как примут, так и с учетом распределенных частотой применения и предоставления. Следующий слайд, пожалуйста. На сегодняшний день мы с вами знаем, что у нас группируется случай в КСГ, она осуществляется по основу к логичным критериям, они представлены соответственно в левом части. Но, однако, последние два года критерии пополнились с шкалами, что дает нам такой оптимизм, что мы сможем тоже включить новые классификационные критерии в программу государственной гарантии для того, чтобы иметь возможность приобретать в случае КСГ, на агрессивной поддержке. Следующий слайд, пожалуйста. Какими могут быть новые классификационные критерии, учитывая то, что нам нужно достаточно быстро определить оптимизм риск у каждого пациента и, собственно говоря, понять, он устраивается в этой поддержке или нет, он подпадает в этой поддержке или нет. И в данном случае нам поможет определить оптимизм риск, когда есть четыре простых вопроса, при одном из положительных ответов мы не говорим о том, что это нутритивная поддержка. Окончательность в больную систему, что тоже очень важно для формирования КСГ, это могут быть не только общие КСГ, но и основанные нормальные оценки каждого пациента в зависимости от его клинического статуса и необходимости вида клинического питания. Поэтому вот эти два классификационных критерий мы будем стараться вместе с клиническим сообществом в ближайшее время рассматривать цепь медицинской помощи и обязательно медицинское страхование как новый классификационный критерий предлагать для клинистов. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы говорим о рекомендациях по нутритивному скринингу, то он должен наконец-то осуществляться не позднее первых моментов госпитализации пациента. Главное понимать, что на ранних рабочих рекомендованно отстанавливать на регулярной основе массы тела, изменение массы тела и опринут потребляемой пищи. Все это можно сделать, только если в наших соответствующих передних появится стомат для измерения массы пациента. Следующий слайд. Пути педерийно-хронического питания к анекару они устраиваются в такую пирамиду максимально физиологично и добиваемся это, конечно, обычное питание, в котором пациент должен получать все необходимые нутриенты. Если этого невозможно, то на первом месте должны, наверное, стоять семья, как наиболее физиологичная методика введения. Дальше, если мы уже говорим о некоторых других ситуациях после операционных пациентов, мы можем варить отгон питание, хотя он менее физиологично. И, соответственно, о полном парентеральном питании, которое имеет, конечно, свои осложнения, поэтому используются не так часто. Следующий, пожалуйста. Учитывая все сказанное, мы работали за новый ТСГФ, который прежде включили медицинский уход для лечения заболеваний в состоянии контроля лечения для новой клиника статистической группы. То есть, здесь у нас добавлены, возьмем, некие аналогичные уходы за гастральными домами, уходы за гастральными домами, интерституциально, если это необходимо. У нас это есть медицинский услуг, и у нас нет никаких проблем тренировать такую следующую пожалуйста. Если мы говорим о более специфических вещах, которые свойственны именно для поддержки, нам нужно с вами, конечно, медицинские исследования, нам нужно иметь возможность рассчитать энергетическую потребность, опять же, измерить массы тела, провести некоторые другие услуги по медицинской реабилитации пациентов, перенесших химиотерапию. Все это тоже у нас есть с вами в инфляторе, что мы вполне с вами можем формировать в виде единой коррекции. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, хотелось бы представить то, что получилось на сегодняшний день. Интеральное питание может производить, который обладает семи-мя ветками клинического питания, это интерального, сиреного, интерального, зондового и парантерального. И на основании их продуктов сделали некую математическую модель, которые сейчас несколько слайдов представлены на вашем Поэтому интеральное питание будет наверное где-то вот таким образом. Следующий слайд, пожалуйста. Если будет необходимо питание, мы с вами сможем использовать несколько иные продукты и с нескольких другой предоставлений из краткого применения. Следующий слайд, пожалуйста. И соответственно парантеральное питание, которое, как я уже сказала, несколько ограничено применение, но тем не менее тоже, думаю, будет под группу, которая должна использовать парантеральное в том числе. Суммируя все наши выкладки, у нас получилось, что на сегодняшний день мы могли бы сформировать специфическую группу, которая полностью подкрывала медицинские услуги для диагностики заболеваний и состояния первых трех дней. Затем соответственно для того, чтобы пациент находился либо в дневном стационаре, либо в круглосуточном стационаре, медицинские услуги при его наблюдении и соответственно его лечении. В том числе мы сейчас разрабатываем подгруппы для каждого из них питания. Ну, такая клиническая группа могла бы иметь, наверное, где-то порядка 130. Закончено в рамках программы государственной операции. Что же показал наш исследователь? Следующий слайд, пожалуйста. Ну, конечно, нам нужно подготовить новый клинический рекомендации по антритивной поддержке в сообществе клинических реабилитологов и онкологов, включить в клинические рекомендации первичный скриннинг антритивного риска и основной статуса, для того, чтобы дальше иметь возможность формировать новые КСД, подготовить документы изменения в методическую рекомендации федерального фондов МС при формировании и подготовить документы при подаче в Центре качества медицинской помощи по формированию новой группы для антритивной поддержки на основе расчета. Следующий напишу. Первая часть моего доклада была посвящена опросу, поэтому мы сделали выводы и решили разработать рекомендационный цикл антритивной поддержки онкологии для непосредственно медицинского образования и профессионного и отчества студентов шестого курса лечебного и курсантов слушателей курса тематического усвоения на кафедре палиативной медицинской помощи заведующий кафедрой профессор Георгий Андреевич которая расположена на базе Московского медицинского университета имени с 1 сентября 2020 года цикл является на кафедре на основе надо сказать что то исследование которое мы проводим в следующий стать как я уже сказала проводится совместно с институтом имени Герцена и специальная благодарность за выступление к специалистам института Гамильи и Ленина Владимировна и Костин Андрея Александровича а также те специалисты которые помогали в проведении опресса вы видите только часть из них но тем не менее надо сказать что клиническая часть исследования в которую включено более тысячи пациентов будет закончено уже 3 месяца это будет по сути реальная клиническая практика есть протокол но он достаточно расширен в практике и думаю что в следующий год как раз представим вам результаты каким образом влияет или не влияет нутритивная поддержка на качество жизни во-первых пациентов затем мы сможем рассчитать наверное наутитарный показатель сохраненной качества жизни сравнить его возможно с порогом готовности который к сожалению пока у нас нет в нашем стране но мы надеемся чем-то сравнить и представить вам полностью то изделение о котором я сегодня начала большое спасибо за внимание ί АНТРИГО ЧАХА САЕД ПОДСТАЮ АНТРИГО Продолжение следует...